И вот я проезжаю по городу Магнитогорску, я проезжаю по улице Строителей. Вижу там этих вот чувачков старого возраста, а может быть и не старого возраста, они держат различные плакатики. Вот я также проезжаю по проспекту Карла Маркса рядышком с улицей Правды и то же самое вижу. Нет, ребят, понимаете в чем дело? Если бы вы смотрели внимательно, то вы бы понимали, что рано или поздно акции будут проданы. И это так и делается. Просто не надо ни на кого наезжать, а тем более на человека, который благодаря себе, естественно, дал нашему городу возможность нормально пожить. А если вы хотите денежки заработать, то сегодня и сейчас не надо смотреть на те старые деньги, потому что даже если уж вы сильно захотели, то больше чем 200 тысяч на одни руки-то не получится. А представляете, если у вас эти есть 200 тысяч, а если есть и больше, а если есть средства примерно миллион, то вы положите, пожалуйста, денежки в кредитный кооператив Гранд Капитал Кредит, который располагается здесь на улице Труда 21. И за год, если это небольшая сумма, то будет 23%, а если это большая сумма, то будет 26%. А вот теперь мы поговорим про кооперативы. Ну, может, кто-то и не помнит, но кооператив всегда работал побыстрее любой строительной компании. В разы быстрее. Стройка тогда решала ваши жизненные проблемы не ранее, 40-45 лет. И вы бы вправе были рассчитывать на мелкие квартиры, если бы выжили, что не всегда. И эта стройка-то была вполне актуальна еще 10 лет назад. А то, что строится сейчас, это ипотека. То есть, когда-то вы вступали в строительный кооператив и платили деньги в момент строительства. А сегодня банки дурят, и вы выплачиваете сумму в три раза большую, чем это в момент окончания. И вы не поняли? Да банки вас дурят. А кооперативы магнитогорские нет. Тут еще про инфляцию. Самый тупой не понимает, что в Америке кредиты в банках под 0% каждый год. 0%! И это норма в государстве, в котором кризиса-то и нет. Кстати, столько же и в нормальных странах. Ну, максимум 3%. У нас банк, который кинул в 90-е все население. Банк, который типа имеет какую-то многовековую историю, выдает потребительские кредиты под 15% годовых. И вы думаете, для какого банка наши крутые типа проценты созданы? Ну да ладно. Хоть с президентом-то у нас пока все в порядке. Я тут опять же понимаю нашего главу государства, который понимает о том, что необходимо нам все-таки чуть-чуть банкам дать покакать. То есть он говорит о том, что вам необходимо понимать и не давать денежки банкам на длинные сроки хранения. Потому что скоро банк-то закроется. Потому что будет всего примерно 20 банков, которые являются системообразующими. Поэтому думать-то надо. А сюда можно положить, потому что здесь эта фирма гарантирует вам возврат денежных средств в количестве 700 тысяч. А теперь про вот эти вещи, которые называются банки. Ну, чтобы вы поняли, да? Просто не думайте, что банки это круто. Просто банки 100% вас швыряют. Просто банки с вопросами банкротства-то у нас на уровне. Взяли, обанкротились, а дененький хлоп, и у вас. Да потому что денежки передаются другим банкам. И чем это-то не клево? Купил ЗАО, ООО или ОАО, наконец. Построил мегадворец в Подмосковье, или лучше за бугром. Набрал денег типа у населения и обанкротился. И мало того, часть денежных средств для населения покрыта. А вот с юрлицами-то нету. И пусть частники денежку каким-то образом получат. А вот с юрлицами, обеспечивающими частников-то нету. Хлопнулся банк, и хорошо. И вы думаете, что это случилось, и это не у нас? Ну, давайте я вам расскажу и покажу, как это было. Вот вы посмотрите, как классно получается. Здесь раньше был замечательный банк под названием Мечелбанк. Представляете? А потом здесь был русский какой-то еще там непонятно что, который потом уже развалился. Представляете? И все это случилось в аккурат в тот самый момент. Кризисный. То есть понятно, да? Что если что-то не Магнитогорское, то оно 100% развалится. Это я говорю вам, уважаемые жители города Магнитогорска. Потому что если вам нести деньги куда-то, то лучше, чтобы это был город Магнитогорск. А вот есть те банки, которые просто крякнули. Представляете, вот этот банк. Он во Франции. И у него, значит, менеджер какой-то там, помните, да, в свое время 4 миллиарда долларов куда-то кинул? Или евро это было. И в итоге-то что? Там-то кончился, а вот здесь они остались. И здесь они пытаются с вас денежки скачать. Естественно, 0,1 в рекламу. А еще мне очень нравится, когда президент наш говорит, что давайте все-таки банкротство физических лиц. Потому что физические лица в основном-то и страдают от того, что банки появляются разные. А потом исчезают, понимаете? А это не есть хорошо, когда банк собрался, нахаботил, потом открыл такое заведение, которое будет деньги выколачивать. И вы что, ничего не сможете сделать? Да нет, конечно. Пойдете и побанкротитесь. И возьмете еще другие денежки. А еще президент сказал, что нет необходимости вам деньги вкладывать в банки. Потому что им скоро 7 кирдыкс. Обратите внимание, что сейчас случилось. И, естественно, вот это тоже здание. Улица Первомайская, 8. Помните, здесь раньше был банк такой. Китфинанс. Тоже куда-то завалился. Ну да это ладно. То есть я вам сегодня показал очень много мест. Банков, которые просто рухнули. Понимаете, да? Еще очень забавная ситуация в городе Магнитогорске. Понимаете? Ну вот я очень много каналов раскручивал. Я даже не знаю, сколько. Вот. Еще начал раскручивать тогда, когда и кроме как вещательных, радиовещательных каналов-то и не было. Представляете, да? Все каналы практически. СТС тоже я раскручивал. Вот. А сейчас особенно прикольно, когда на одном канале, вот на этом самом канале, вот три девушки одновременно пытаются раскопать то, чего мне не удалось. То есть они вот сидят вечером, да, и так вот смотрят, что же это дядя Леша смог отклупать-то. Так вот я вам скажу, девчат, съездил я в течение трех месяцев. Сначала это были туристические фирмы, а потом уже банки. То есть два месяца я ходил по банкам, да, давал им очень интересные суммы. Говорю, ребят, если хотите телевидение, это круто, и сумма будет крутая. Вот. Но в итоге-то что оказалось? Одна девушка такая, чуть-чуть старше меня, вот, она зашла там, где был я, и цену снизила в три раза. То есть девочки, а-ля-олю, то есть я в три раза потяжелее вас. Так что, девочки, если кто-то хочет заработать поменьше, это вот туда. А мы сейчас вам покажем, как настоящая фирма работает, сделанная в городе Магнитогорске. Жестко, да, и понятно, кто к нам приходит. Понятно, с кем надо работать. Все, что мимо Магнитки, это, естественно, Челябинск, и это не Магнитка. Везде, где берется ваши денежки, и это не Магнитогорск, и это тоже швыриво, а проверить-то легко. Да потому что везде есть свидетельство уставного капитала. Я бы вам, прежде вклада в банк, подумал бы, а стоит ли это делать? Да потому что место нормальное я уже вам показал. И вы прежде подумайте, а куда отнести ваши деньги? И как понять, кто вам приносит правильные проценты по темпам, превышающим инфляцию? А как люди деньги зарабатывают, да вам, собственно говоря, и не надо об этом знать, понимаете? Здесь честно платят. Честно платят 23%, если эта сумма небольшая, и 26%, если эта сумма свыше миллиона рублей. Это нормально. То есть люди прекрасно понимают, как деньги заработать. Я тоже знаю, как деньги заработать, но не могу эти деньги взять нигде, ни в банке, никак не получается. Хотелось бы в свое время тоже организовать кредитный кооператив, купить себе супер-мега камеру, не вот эту старенькую, которую сейчас Максим держит, а что-нибудь посерьезнее. А ведь это все просто. Откладываешь денежки, денежки работают, денежки приносят прибыль кредитному потребительскому кооперативу. Естественно, вы получаете прибыль, причем в разы больше, чем это в любом долбанном банке города Магнитогорска. Потому что вам еще раз говорим, здесь процентная ставка от 23% до 26% газа.